На лице существует особая зона, именуемая носогубным треугольником. Это область выше верхней губы, которая доходит до корня носа, а по бокам ограничена носогубными складками. В народе её ещё называют треугольник смерти. Сегодня мы поговорим о том, почему данный участок лица получил такое зловещее название и насколько опасен он на самом деле. Здравствуйте, мои хорошие! Прыщи на лице явление далеко не самое приятное, с которым мы сталкиваемся едва ли не каждый день. Их не жалуют и молодые люди, но особенно много неудобств они доставляют представительницам слабого пола, стремящимся к внешнему совершенству любой ценой. Девушки готовы отдавать басу на словные суммы за чудодейственные косметические средства, обещающие спасти от страшной напасти в виде многочисленных высыпаний на лбу, носе и подбородке. Однако лосьоны и крема не всегда оказываются эффективными с первых же дней применения. И тогда отчаявшиеся дамы идут другим путём, просто выдавливают ненавистный гнойник, появившийся так некстати. Разумеется, все мы не раз слышали, что так поступать ни в коем случае нельзя, если не от врачей, то хотя бы от мам и бабушек. Только вот разумных объяснений этому они не давали, разве что разнесёшь инфекцию по всему лицу – появятся новые. Доля правды в этом есть, ведь каждый прыщик – это очаг воспаления. Но, поверьте, это не самый опасный исход, которого стоит страшиться. Иногда, избавляясь от подобного образования, мы напрямую рискуем жизнью, даже если сами о том и не подозреваем. Выдавить прыщ и умереть? Да, это более чем реально, как бы удивительно не звучало. Почему же всё-таки треугольник смерти? А всё потому, что это крайне опасное место для выдавливания фурункулов. Ответ на этот вопрос кроется в анатомическом строении человека. В любом воспалённом участке кожи сосуды автоматически расширяются, это необходимо, чтобы к месту ранения оперативно поступали лейкоциты, особые клетки крови, направленные на уничтожение чужеродных организму частиц. Когда мы выдавливаем фурункул, то воздействуем на него механически, сжимаем его, и тем самым можем попутно повредить стенки прилегающих сосудов. То есть самостоятельно даём зелёный свет проникновению инфекции. В отсутствие каких-либо преград она очень быстро распространяется, идёт напрямик к венозным пазухам и мозговым оболочкам. В итоге последние могут воспаляться, да здравствует менингит. А в венозных пазухах часто появляются тромбы. Это происходит, если кровь сворачивается вокруг частички из очага воспаления и образование сильно увеличивается до таких пределов, что закупаривает сосуд. Это крайне опасно, так как венозные синусы обеспечивают кровоснабжение головного мозга. В области носогубного треугольника вообще очень густое кровоснабжение, за счёт чего достигается быстрая заживляемость мягких тканей лица. Там много как артерий, так и вен, причём артерии имеют многочисленные анастомозы, соединения между собой. А вены образуют две сети – поверхностную и глубокую, которые также связаны. Одна из важнейших поверхностных вен – лицевая, соединена с так называемым глубоким крыловидно-венозным сплетением, а сама впадает во внутреннюю еремную вену, выходящую из полости черепа и спускающуюся ниже на шею. Ну а то, что последняя вена – одна из ключевых во всём теле, думаю, упоминать не стоит, ибо это широко известный факт. Именно лицевая вена чаще всего вовлекается в воспалительный процесс при нагноении на верхней губе – крыльях носа. В нормальных условиях отток венозной крови идёт по направлению сверху вниз к еремной вене. Однако, если лицевая вена или её притоки закупорены, то возникает обратный ток крови – эритроградный. Так и возникают воспаления пазух, менингиты и другие неприятные вещи. Их не всегда легко диагностировать сразу, а чем больше пройдёт времени, тем меньше шансов, что человеку удастся спасти. Нужно отметить, что даже великие люди погибали из-за неосведомлённости в данном вопросе. Можно привести немало ярких исторических примеров. Один из них – Александр Скрябин, русский композитор, скончавшийся из-за заражения крови. Оно появилось, как осложнение после выдавливания прыща. Подобная кончина постигла и внучку Екатерины II Екатерину Павловну, королеву Вюртембергскую. Царственная особа без ведома придворных медиков выдавила маленький прыщик в уголке рта перед сном, забытясь о собственной внешности, надеясь утром проснуться неотразимой. Уже на следующий вечер она пожаловалась на небольшую опухоль в данной области, а потом её начали мучить боли, поднялась и температура. Не помогло ни одно целебное средство, королева угасала очень быстро, спасти её не удалось. Поэтому, подводя итог, хочется сказать – стоит быть внимательным к собственному здоровью и избегать стремления механически избавиться от всех высыпаний на лице. А на сегодня это всё, не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы делимся с вами самыми полезными новостями из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!